Доброго ранку! Доброго ранку! Доброго ранку! Кто, что не запомнит, не выучивший, Евгения Пишняк, дизайнер. Я уже займаю свое место тут. Зеркала, что будем выготовлять, что будем делать сего? Сегодня мы сделаем картину абстрактную из зеркал. Я хочу показать, что не так сложно можно сделать изысканную вещь из осколков стекла, из зеркала из разного размера. Но я люблю все ровненькое, поэтому у меня зеркала 5 на 10 сантиметров. Единственное, что они у меня разные. Есть тонированные и обычное зеркало. Скажите, что такое тонирование зеркало? Мы можем затонировать дома, или они уже оригинальные? Вообще-то можем и дома затонировать, но это если мы изначально делаем зеркало, то тонировать можем дома. А если нет, то лучше, если вы не умеете, то лучше приобрести. Мы можем в следующий раз как-то уделить этому внимание, как с обычного стекла можно сделать просто зеркало и тонированное зеркало. То есть у меня раз выникает, что можно вообще дома нарезать так ровно? Это нужно обязательно где-то специально. Нет, вообще-то можно и дома нарезать, но достаточно математических способностей мне понадобится линейка, стеклорез и помещение, где нет деток и где можно, скажем так, насмотреть гараж или... не женских рук справа, то мы будем просить наших чоловеков, чтобы они нам помогали. Сегодня улучшайтесь и чоловеки так само. Думаю, что мужчины помогут. Что я сделала? На самом деле, когда была эта идея, очень много мыслей было, хотелось просто в рамку сделать картину из стекол, но на самом деле это не так просто. Поэтому я пришла к простому варианту, я взяла обычную кусок дерева, даже это у меня не дерево, это у меня была подставочка, на которой я раньше рисовала, я специально не закрасила, чтобы было видно, ну вообще-то в идеале мы эту сторону тоже закрашиваем. Я покрыла ее акриловой краской. Евгения просто так поспешала до нас на эфир, чтобы только одну сторону помальвать. Нет, я специально ее не закрасила, чтобы показать, что это обычная деревяшечка. Потому что можно больше брать, так, чтобы было тверденье. Главное, чтобы платформа была такая хорошая, которая выдержит этот вес, который у нас будет. А можно я спробую просто потратить уже с такой кількостью? С такой кількостью. Слух, отойдись на вашу кель уже. Да, она тяжелая будет, но она будет безумно красивая. Так, я думаю, есть макет, да? Да. В принципе, если вы художник или обладаете каким-то художественным взглядом, вы можете сразу ложить стекло, как вам хочется. Но для начала все-таки это все-таки геометрия. И мне хотелось сделать вот такого плана. Поэтому я сделала макет, нарисовала на компьютере, нарисовала заранее, тоже с размером моих стекол, как будет выглядеть моя картина. Вот примерно вот такой вот картина будет выглядеть. Я просто уже запитаю, я вот бачу, что на макетах вот выходит однее дзеркало на инше. То есть мы так и будем накладывать? Да, мы будем делать объемную картину. А как оно будет держаться? Оно будет прекрасно держаться. Слушай, я думаю, уже варто починать, потому что я уже хочу это посмотреть, как оно будет держаться. Я начала одну сторону, чтобы показать, что это возможно. Так как клей у нас долго сохнет, и мы не сможем почему-то держать. Теперь, Танюша, смотрим. Смотри, мы здесь положили тонированные... Робим по макету. Да, и мы делаем только по макету. Положили тонированные зеркала, значит, с этой стороны мы кладем тоже самое тонированные зеркала. Приступаем. Отже, спершу на практику так. Да, смотришь обязательно на макету. Таня, следуй строго за макетом, строго за макетом. Так, так. Ага, навпаки надо, ось так. Я просто дивлюся, как... Нет, правильно, да. Ось так. Нет, нет, нет. Все, я загубилась. Делаем так, и с этой стороны уже делаем иначе. Вот так вот, да, чуть-чуть не так. Я вот хотела показать, что я пробовала разные клеи, пробовала обычный клей-пистолет, чтобы можно было держать, к сожалению, не держать, не выдерживать эту массу. Отличные булики и клей-пиди. Да, поэтому лучше брать специализированные для стекла и дерева, но так как у меня в основном основа деревянная, я взяла були для дерева, но он подходит для зеркала, ну и для стекла и для зеркала. Наносим просто, просто смачиваем, так. Так как сэкономить нам получается время и все, мы делаем вот так вот. Торточек из зеркал. И начинаем клеить. Не бойтесь. Остатки клея можно вытереть салфеточкой. Угу. Ну тоже должна быть, под рукой, кстати, тоже салфетки должны быть влажные. Танюш, давай, пробуй. Это клеитель? Да, сюда. Угу. Салфеточка, которую можно вытереть. Угу. Все нюансы можем и швидко удосконалить. Треба ее притеснить, да? Нет, не обязательно. А это клее, которому просто нужно время для того, чтобы хватиться. Такое оно само схопится. Его выкластили. Сколько оно мое сохнет? Буквально где-то около 15-20 минут. Слушай, ты подсох. Надеюсь, до конца эфира у нас хватит время, чтобы оно подсохло. Ну, первоначально и точно высохло. Ну, я думаю, что хотя бы в фейсбуке мы потом покажем, что у нас вышло. Как будет. Танюш, ты можешь смотреть на макет и... Так, я думаю на макет и мне уже интересно сделать вот то, что... Хорошо, тогда мы чуть-чуть подождем. Вот так. Я пользуюсь линейкой, потому что для... Так как у нас геометрическая получается картина и каждый ее сантиметр неровности или миллиметр будет очень бить вам в глаз со временем, когда вы будете на нее смотреть. Поэтому линейка должна быть. Мы берем середину, здесь у нас 15 сантиметров, значит 7,5. Прикладываем на середину и... И можно уже увидеть, что они одинаково классно смотрятся. Ты уже его приклеил? Да. Слухайте. Так, швидко. Взагали. Я никогда не думала, что так может скло приклеиваться. Да, может. Так, теперь мы возьмем... Так, а еще... Да, не тонированные. Не тонированные, чтобы разбавить картину нашу. Так я трошки подноявляюся на себе. И выложим середину. Да. Раньше, знаете, как было? Вот, битое стекло, не смотрите, приносит несчастье. Ничего подобного. Битое стекло приносит радость. Вот я все хотела бы спросить. Это же дикие такие степки. Да, не можно дивиться. А что дальше? Евгения делилась уже не один раз. И все доброе. Да. Здесь тоже. 30, 15. Ну, у меня уже глаз наметан, но лучше пользоваться карандашом и отмечать, потому что, я же говорю, неровности потом будут вас расстраивать. А здесь у нас больше, потому что у нас положены по-другому стекла. А, да. Тут у нас уже 20. Я думаю, сейчас не так проклеила уже. Нет, нет. Все правильно. Угу. Обращайте внимание, потому что, ну, сразу видно, здесь больше, здесь меньше. Ага. Это мы уже выделяем наши, как будут выглядеть. Теперь тоже, наверное. Теперь вот сичь, напевно, треба. Так, смотрим, да. Теперь эти, и эти. Так, я покажу. Вот теперь вот все. Покажи, пожалуйста, все схемы, хочу, чтобы глядочи побачили. Ну, все запутать. Вот сейчас мы клеили верхние, теперь будем клеить боковые. Можно взять карандашик и карандашиком отмечать уже, что вы уже приклеили. То же самое. Серединку обязательно отмечаем. Ну, я же говорю, глаз наметан, я уже. Так, тут тоже натонованные, брата, да? Это я тоже хочу попробовать. Вот сейчас уже, Данёша, ты будешь положить наверх. О-о-о. Уже. И натонованные. Тут уже как тебе хочется. Вот тут мы уже играем. Да, тут нема разницы, так? Да, смотри. Так, вот так вот у нас картинка идет. Давай мы сейчас нижние слои до кладем. О-о-о. Давай. О-о-о. Вот так вот. Дивиш, оно будет триматься. Оно будет прекрасно. Ну что, мы с вами продолжим. Можем еще 5 хвилин. Наши майстрині, майструні працюють. Я з ними наблюдаю. Так у них работа налагодилась. Так, я з вами набрала, напевно. Таня, хватит вистощение. А я просто навчилася розрізняти з дзеркала. Детоноване, а де ні. Просто для вас лайфхак. Якщо дивитесь у дзеркало і бачите, що у вас з'явився засмага. Засмага. Да, просто. Звідкись. То це тоноване дзеркало. Якщо немає і ви нормальна, то то нормане дзеркало. Це нормально. Ну, а ми переходимо до етапу від Євгенії. В принципі, ми не можемо тише завершення, але наклеїли вже доволі багато. На якому ви етапі? Так, покажемо? Угу. Так, ми на етапі робимо 3D. Так, ми вже ділаємо верхний слой. О, так? Так. Так, так. Так, так. Точно наклеюємо. Ні, там нема клей. Хорошо. Так. Ну, ще нема клей. Так. Ще нема клей. Так. Желателось соблюдати геометрию, чтобы ж не було... Ніхто цікаву. Так. Танюш, я смотрю, как ты делаешь, чтобы… Мы немножечко отошли от нашего макета, оказалось, что это не так просто, сидеть за макетом на самом деле. У Жени выявляется очень много фантазии, она с рукой нам макетом. Ну в индийском заплутатый. Я, прежде чем его делать, я выложила просто зеркала, так как мне понравилось, и уже села, нарисовала, все хорошо, а сейчас я вот начинаю снова выкладывать, а оно уже не так смотрится, девочки. Словеря, а если… Мне хочется по-другому. Вот брать и без макета просто хаотично одразу наклеить, ничего не выйдет? Почему же выйдет, наоборот? Я же говорю, просто главное, знаете, ну не запутаться, потому что запутаемся, потом получится хаос. А может где-то и, ну, залишится не до клея. Так, где наши салфетки. Так, а я вот бачу, у нас тут еще квиточка с листочками лежит. Это для чего? Это для декора, потому что я же не могу просто… Это для декора? Да. Ну, вот у нас получилась уже картина, все, мы уже закончили ее. Да. Нужно ее, конечно, протереть, сильно ее поднять не могу. Я думаю, мы подниматься на то, наоборот. Чуть-чуть. Вот у нас видно вот такое 3D. 3D засветное, да? Угу. И там я. Вот такая вот красота. Понятно, что после работы нужно будет каждое зеркальце вытереть. Ну, так как я планирую, что это будет в детской комнате, для своих малявочек. И, конечно же, будем делать, немножечко декорировать ее. Ну, тихо. Там зеркало. Уже прыгает. Уже прыгает. Да. Уже прыгает. Обязательно с пылесосом. Ни в коем случае. Ни венички, ни разные штучки. Обязательно только пылесос. И мы начинаем декорировать. Я тоже хочу. Танюшенька, пожалуйста. Пожалуйста, моя рыбка. Залиши свисть. Я в бане. Маємо одну хвилиночку. Майже. Але мы уже завершим. Мы встигли. Слухайте, какая красота просто. Практично вам. Так. Можна. Мені. Можна хаотично. Как хотите. Хочу ось так. Останні штрихи. Слухайте, яка красота. Просто невероятно. Я можу сказати одне. Що людській фантазії меж абсолютно немає. Я б ніколи не могла уявити, що із дзеркал, із кола можна зробити картину 3D. Нікуди не їздити, не купувати, а власноруч зробити таке диво. Євгенія, ви не припиняєте нас дивувати. Золоті руки. Золоті руки. Молодець просто. На яке натхнення, це ж треба десь черпати його. А ви повторюйте, тому що поповнювайте свій будинок о такою красою, яку ми вам ще не показали в нашому прямому ефірі.